Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из беседы седьмой на деянии апостольские, святой Азлатоуст. Кто не изумится, кто не предъявится человеку простому нравом, или кто не привяжется к тому, в ком нет ничего коварного, кому другому, как не им, принадлежит спасение, кому, как не им, великие блага, не пастыри ли первые услышали Евангелие, не Иосиф ли, этот простой человек, дабы подозрения в прелюбодеянии не устрашило его и не попудилось сделать какое-либо зло, не простых ли поселян избрал Господь в апостолы, так скажешь, но надобно и благоразумие, да что же такое и простота, как и благоразумие, когда не подозреваешь ничего злого, тогда не имеешь, не можешь и замышлять зла, когда ничем не огорчаешься, тогда не можешь быть и злопамятным, обидел ли кто тебя, ты не опечалился, оклеветал ли, ты не потерпел, позавидовал ли тебе, и от этого ты нисколько не пострадал, простота есть некоторый путь к любомудрию, никто так не прекрасен душою, как человек простой, как по отношению к телу человек печальный, унылый и угрюмый, хотя бы он был и красив собой, теряет много красоты, а беззаботный и кротко улыбающийся, увеличивает красоту, так точно и по отношению к душе, угрюмый хотя бы имел тысячи добрых дел, отнимает у них всю красоту, а открытый и простой, напротив, с таким человеком и сдружиться безопасно, и если он сделается врагом, не опасно примириться, не нужны для такого человека ни стражи и караулы, ни узы и оковы, он и сам будет пользоваться великим спокойствием, и все живущие с ним, что же, скажешь, если такой человек попадет в общество злых людей? Бог, повелевающий над простыми, прострет ему руку, что проще Давида, что лукавее Саула, а между тем, кто остался победителем? Что же сказать об Иосифе? Не в простоте ли сердце пришел он к госпоже своей, а та не имела ли коварного намерения? И однако же, скажи мне, потерпел ли он какой-либо вред? Что проще Авеля, что коварнее Каина? И тот же опять Иосиф не просто ли обращался со своими братьями? Не потому ли он прославился, что все говорил с доверчивостью, между тем, как братья все принимали злым умыслом? Он раз сказал им о сновидениях, сказал и в другой раз, и не остерегался. И он же опять пошел к ним отнести пищу, и нисколько не остерегался, полагаясь во всем на Бога. Чем больше они поступали с ним, как с врагом, тем больше он обращался с ними, как с братьями. Бог мог и не допустить, чтобы он впал в руки братьев, но допустил для того, чтобы показать чудо, и то, что хотя они и поступят с ним, как враги, он будет выше их. Таким образом, если простой человек и получит рану, получит не от себя, а от другого, лукаво же наносит удар, прежде всего себе, и больше никому, так что он враг самому себе. Душа такого человека всегда исполнена печали, мысли его всегда угрюмы. Если он должен выслушать или сказать что-нибудь, то все делает с нареканиями, все обвиняет. Дружба и согласие далеки от таких людей. У них ссоры, вражда и неприятности. Такие люди и себя подозревают. Им даже сон неприятен, равно как и ничто другое. Если же они имеют жену, о, тогда они всем враги и неприятели. Бесконечная ревность, постоянный страх. Лукавый потому так и называется, что он находится в труде. Так и Писание всегда называет лукавство трудом. Когда болезнь, например, говорит, церковно-славянский перевод, под языком его труд и болезнь. Псалом 9, 28. И еще в другом месте написано беззаконие труд посреди их. Псалом 89, 10. Аминь. Аминь.